Ржевский Кирилл представляет Внимание! Хе-хей, друзья! Как же всё-таки хорошо посмотреть телевизор и в этот жаркий день выпить кружку свежего сока со вкусом арбуза и дыни. Но есть одна проблемка. Телевизор не работает. А это значит только одно, что пришло время для записи новой серии игросериала Great Theft Car. Погнали! И снова парень в белой майке и синих джинсах. И снова он спешит навстречу приключениям. И кто же это? Правильно! Это Карл Джонсон. Это СиДжей. Ну что же, с вами Кирилл Жевский, друзья. И я продолжаю проходить модификацию Great Theft Car. Уже у нас на счету пятая серия. Сделаю одно небольшое объявление. В следующей серии я буду проходить данную модификацию при помощи вот этого вот джойстика. PlayStation 4. Ну что же, прежде чем мы начнём очередную миссию, я немножко приукрашу нашего главного героя. И создам ему немножечко другой имидж и другой образ. Потому что не всё же время ходить однообразно в одной и той же одежде. Помимо того, что мы сменим одежду, мы также немножко подкачаемся и совершим одно свидание с Денисом. Благо тут, совершенно рядом с домом, находится магазин. Магазин одежды, в который мы, собственно, сегодня с вами и попадём. Да, эта серия ожидается быть интересненькой. Поэтому сразу же бежим в этот магазинчик, немедлим и покупаем одежду. Такой очень интересненький магазинчик. Всем сюда советую вам прийти и купить одежду. Вот, собственно, есть такой выбор. Но основной выбор у нас именно здесь, в раздевалке. Мы заходим и давайте попробуем изменить нашего СиДжея и придать ему определённый образ. Потому что придание определённого образа главному герою, это тоже очень сильно влияет на будущий его успех. Ну что же, начнём с Торса. И тут у нас предлагаются футболки. Ну что же, футболки... Футболка Боба. Что за футболка Боба? Давайте посмотрим. Интересненько. Ну, как-то, не знаю, по-детски, что ли, или я, может быть, ошибаюсь. Так, давайте не будем пока её убирать. Так, футболка Боба красная. Футболка БС-5. Что за БС-5? Так, ну вот это уже что-то более, более получше. Но, как говорится, никто не застрахован от плохой походы, поэтому давайте лучше купим какую-нибудь ветровочку. А то вдруг пойдёт дождик, похолодает, и нам нужно что-нибудь потеплее, ребята. Да, всё-таки Лос-Антос это солнечный город, но никто не застрахован от плохой походы, как говорится. Так, футболка Сюбурбан. Сюбурбан какой-то у нас. Сюбурбан. Интересненькая. Интересненькая футболочка, но пока что как-то не очень. Хоть даже и с зелёными рукавами. Футболка Мерсюри. Ух ты. А вот это уже что-то более получше. Сейчас мы тут всё посмотрим. Хотя мне она, кстати говоря, даже немножко нравится. Ветровка БС-5. Прикольная. Давайте, наверное, эту возьмём. Мне она даже чуть-чуть нравится. Стоит она 105 долларов, но для нас это никакая не проблема, потому что у нас в кармане 22-22 тысячи долларов. Давайте теперь попробуем изменить ноги. Ну, думаю, шорты покупать не вариант для ветровки. Давайте купим какие-нибудь, хотя бы, по крайней мере, либо бриджи, либо штаны. У нас есть красные джинсы, у нас есть сорты зелёные и бриджи. Давайте купим хотя бы зелёные бриджи, что ли. Вот. Вот это уже мне по душе. Как говорится, к зелёненькой ветровочке, зелёненькие бриджики. Хотя, они больше похожи на шорты, но тем не менее. Так, давайте посмотрим обувь. Кроссовки высокие, красные, оранжевые. Давайте купим кроссовки оранжевые. Хотя, как-то они не сочетаются с нашим данным образом. Поэтому, давайте купим что-нибудь такое, потемнее немножечко. Так, низкие серые, белые. Кроссовки на застёжке. Это как? Ну, в принципе, нормально. Давайте подберём. А почему бы, собственно, и нет? Давайте с вами посмотрим здесь какой-нибудь головной уборщик. Так, ну ладно, цепочки мы смотреть, думаю, не будем. Хотя, давайте. Всё-таки кулон. Либерти Сити. Цепочка. Кубинская. О, цепочка с долларом. Наверняка мы с помощью этой цепочки притянем в свою жизнь много денег. Поэтому, давайте мы её купим. Думаю, особо задерживаться в этом магазине долго смысла никакого нету. Поэтому, давайте быстрее здесь всё выберем. Так, ну очки я не буду, никакие. Головные уборы. Кепка красная, кепка красная. Набок, косы набок. Кепка синяя, кепка... Шапка зелёная. Да, вот это мне уже как-то более нравится. Хотя, в этой шапке СиДжей похож на какого-то наркоторговца или наркодилера. Как вот вы помните, стоит, бывает во дворах, такой чёрный, такой коричневый наркоторговец с коричневой шапкой. Поэтому, эта шапка будет навевать такие нехорошие мысли о нашем главном герое. Поэтому, давайте лучше не будем провоцировать никого и просто так вот выйдем. Как говорится, мы из банды Героев Стрит, поэтому мы должны носить зелёный цвет, ну и как-то подчёркивать свой имидж. Ну что же, мы теперь отправляемся с вами в качалку. Да, за первый раз, разумеется, мы с вами главного героя не накачаем. Но нам нужно для этого больше времени. И, плохо, недалеко от дома СиДжея, от первого его дома, где живёт его брат тоже, находится качалка. Как раз таки именно в этой качалке обитает ЭмСи. ЭмСи – чувак, под которым мы с вами будем проходить новые миссии. Да, именно так. Включаем с вами привычную нам музыку Никельбека и отправляемся. Плохо, до него ехать не так далеко. Вы спросите, что же нам мешает оптимально выполнить миссии? Я вам отвечу. Это постоянный захват территории. Мы пока не будем обращать на это внимание. Мы просто делаем свои дела. Так, тут недалеко находится магазинчик Бинко, но Бинко – там такая стандартная одежда и не такая красивая, как в том магазинчике. Хотя для кого как. Ну что же, давайте зайдём на курсор и зайдём в качалку. Да, стандартная качалка, можно потренироваться. Но мы начнём, как говорится, с малого. Начнём с груши. Вот так, да? Так, тут вот если мы нажмём на таб, то мы посмотрим сведения о внешнем виде нашего главного героя. Точнее, не о внешнем виде, а о внутреннем виде, то есть о его телосложении, так сказать. Ну что же, давайте, думаю, начнём с вами с дорожки. Потренируем нашу выносливость. Начнём, думаю, давайте с третьего уровня, потому что первый – это как-то для детей. Чтобы начать бежать, быстро нажимай пробел. Ты можешь изменить уровень во время бега. Н – понизить уровень, Y – повысить уровень. Да, ребята, вы думаете сейчас, что вот ты дурак, ты мог просто ввести код, и он уже сразу, ну, код на качка или код на хорошую модную одежду. Но, ребята, я всё хочу делать честным путём, и поэтому я должен всё выполнять как в реальной жизни. То есть подкачаться, сменить одежду. Тем более, если для этого у нас с вами есть средства или средства. Так, вот у нас уже. Так, мы с вами сжигаем лишний вес. Нам нельзя, нам нельзя с вами увеличивать никак лишний вес. Нам нужно с вами увеличивать мускулатуру. Хотя с мускулатуры вы будете, с высокой мускулатуры вы будете бежать намного медленнее, чем просто. Потому что чем больше у вас вес, тем медленнее вы бежите. Давайте дотыщёнки. Дотыщёнки накачаем, ну, то есть пробежимся. Потом пойдём с вами на штангу. Вы и в реальной жизни тоже можете, в принципе, сходить в спортзал и так вот пробежаться. Никто вам не запрещает. Так, ну вот до 1000 мы вроде бы прошли. Тут есть определённый лимит времени, то есть когда вы не можете в один день вечно заниматься своим телом. Когда-то лимит проходит, и CJ просто устает. И написано, типа, на данный момент, типа, лимит исчерпан. То есть CJ уже устал. Так, давайте используем. Давайте хотя бы килограмм пятьдесят попробуем так качаться. В смысле нам с первого уровня начинать? Я вам показываю сейчас, как я, собственно, качаюсь. Но в будущем я уже постоянно на видео, на записи не буду ходить в качалку. Буду ходить отдельно, не на записи. Потому что это будет занимать много времени. Поэтому сейчас давайте... Так, что делать-то? Я не понимаю, что сейчас надо было делать. Давайте ещё раз попробуем. Тут вроде бы как не было сказано. Я уже забыл, собственно говоря. Я давно не играл в Сан-Андрес. Не считая на записи. Поэтому... Давайте. Вверх-вниз выбрать нагрузку. Пробел набор. Псет килограмм. Давайте. Чё ты... Чё ты... Карл, не поднимешь, что ли? Чтобы поднимать штангу, подчерёдно нажимай пробел и ЛКМ. А, я понял. Всё, я понял. Ну, в смысле? Сейчас изменяюсь, что такие громкие звуки. Да, штангу поднять довольно-таки... Скажу вам, нелегко. Ну, мы с вами так улучшим наше телосложение. Давай, поднимай. Да, нужно, короче, одновременно нажимать левую кнопку мыши и пробел. Вот, мы видим, прогресс уже есть, мускулатура увеличивается. Давайте мы ещё раз с вами увеличим мускулатуру. Я уже сам, честно говоря, заебался немножко уже. Потому что я сам немножко устаю. Так. А, сука, давай! Давай, кашу жри, блядь! Давай! А-а-а-а! А-а-а-а-а! Давай, ещё! Ещё давай, давай! Да что ты... Отлично! Всё, мускулатуру немножко мы с вами подувеличили. Теперь давайте возьмём небольшие гантельки и тоже... И тоже подкачаемся. Вот даже CJ рулит, да? Прикольно. Я гэнс-то щет, блядь! Да? Enter использовать. Давайте так же 50 килограмм. Хотя нет, как-то многовато. Давайте хотя бы по 35. По 35, да, по 25 возьмём. Как раз будет в общем, в общем счёте 50. Блядь, я вышел. Сука. Ну ладно, давайте ещё раз войдём. Всё, 50. Так, 25 нажимаем. И тут, по-моему, то же самое, да? По-моему, ЛКМ. Ну да, тут то же самое. Раз. Ну тут полегче будет ещё, чем гантели. То есть, чем штанга. Не штанга, а это... Как её называется-то? Блядь, я забыл. Ну ладно, похуй. Короче, давайте подкачаемся. Вот мускулатуру снова мы увеличили. Давайте ещё раз увеличим. Мы уже пока закончим на данный момент. Да, собственно, главный герой не должен стоять на месте. Главного героя нужно развивать. Собственно, это нужно делать и в реальной жизни. Ну всё, вот-вот. То есть, ты сегодня достаточно позанимался. Приходи завтра. Вот. То есть, Эдмит уже у нас исчерпан. Давайте попробуем потренироваться вот с этим вот... Массивом. Давайте. Давайте ответим негативным ответом, чтобы он у нас полез. Давайте потренируемся. Давайте покажем, что мы лучше. Тренируемся с грушей. Ой. Я чуть тем не менее попал. Так, давайте, наверное, ответим ему позитивно. Что ты сказал, сам, ты дрыщ? Понял? Давай, вали отсюда. Я тебя убью. Тебе побью. Да, и кто... Натренируй мышцы. Я тебя, блядь, сильнее во много раз. Но ты ещё на меня обзываешься. Лучше бы дал потренироваться. Скотина. Так что все вот дрыщи, поняли? Ладно, всё, не будем привлекать внимание. Всё. Короче, ребята, мы с вами немножко подкачались. Так, теперь давайте отправимся на свидание с Денисом. Как раз у нас такой дивненький вечерочек, под который просто невозможно не отправиться на свидание. Так, берём с вами нашу машину. Объём сачку. И отправляемся. Надеюсь, люди сейчас дома. Я, кстати, ребята, не знаю. В Талии это самое, это Миссис ТА-5, кто-то Франклина, либо же... Нет. Мы не можем ещё точно помеждать. Ладно, давайте. Позовём её на свидание. И куда-нибудь съездим. Как-то помимо миссии у главного героя должна быть своя личная жизнь. Да. Это никак нельзя забывать. Ты коп, сраный, охренел, блядь. Иди отсюда. Если бы я был бы не на свидании, я бы тебя убил. Вот. Как вы видите, да? Вот. Почему я не хотел покупать ту зелёную шахту? Вот-вот почему я не хотел. Вот. Посмотрите на этого наркоторговца, который просто на родину от себя сбит. Живи. Так, ладно, давайте подумаем, планом поехали. Давайте с вами съездим, наверное, в пиццерию. В пиццерию, в которую мы с вами ездили в четвёртой миссии оригинальной GTA SA. Где в четвёртой, где в пятой, где в четвёртой, где в пятой, где на нас ещё напали баласы, да, баласы, и где смоук заказал просто неимоверное количество еды себе, понимаете? Ну, смоук — это отдельная тема, это тот ещё, как говорится, говнюк, одним словом. Ну, ладно, мы заходим и наблюдаем на свидании. Это первое свидание. Да. И сразу видно это качество прорисовки. Да, человек постарался над модом, да, единственное, я его поругаю за вот эти вот вылеты, которые были в прошлой миссии. Да, мне это тогда серьёзно бомбануло. А так, в принципе, на графику он хорошо вообще постарался, то есть... То есть, всё получилось замечательно. Ну что же, давайте отвезём Денис обратно. И уже направимся, собственно говоря, на миссию, на самом деле, на миссию. Готовься к любви. Давайте позитивно ответим. Это что значит? Ой-ё-ёй. О! Ой-ё-ёй. Если... Надеюсь, это Ютуб не забанит. Всё, тихо есть. Я ставлю... Я не ожидал такого, ребята. Я такого не ожидал. Ладно, я, если что, я это... Как, как, как... Блядь! Как она одеваться зала, если... Если он даже штаны не снял, блядь! Пиздец! Блин, я не могу. Это Ютуб может забанить. Это нельзя смотреть ни в коем случае. Ребята, если вам меньше 16 лет, то просто нахуй валите отсюда. Это первый раз. Я серьёзно, я такого никогда не ожидал. Нажимаю вверх и вниз в ритме. Во что мы играем? Во что мы играем, ребят? Во что, играем в порно? Бля, пипец какой-то вообще. Ну ладно, зато наш герой хорошо развеялся и... Что-то он тебя выбирает. Я реально, я не понимаю, как она у него сосала, если он даже штаны не снял. Бля, это какой-то маразм. Ну ладно, это всё-таки игра 2006 года, поэтому... Это то все можно ожидать. Я, кстати, ребята, я серьёзно говорю, я не знал, что сейчас она его пригласит к себе домой. Потому что, когда я ходил раньше на свидание, когда ещё играл сам, такого никогда не было. Такого реально не было. Просто он её отвозил в пиццерию, в кафе, потом привозил обратно домой и всё, они расходились. А сейчас, раз, она пригласила его домой, и они просто-напросто занялись этим, понимаете? То есть, пипец просто. Я не ожидал такого, ребята, так что... Такого поворота событий я реально не ожидал. Наверное, скорее всего, нужно... Если Ютуб подаст жалобу, то, наверное, скорее всего, придётся мне этот фрагментик видео-то забанить. Поэтому... Не знаю. Пока оставлю, но вы не обессудьте, ребята. На меня вы не обижайтесь. Всё-таки такая игра. И, собственно, игра есть игра. Так что... В ней может быть всё. Так что... Срочно, ребята, в общем... Извиняйте меня. Ну ладно, не будем мы медлить. У нас очередная миссия под MC. Давайте посмотрим, что у нас на ней. А миссия у нас называется Silent Assassin. Но не скрит. Привет, MC. Тренируешься? Ага, СиДжей. Слушай, у меня для тебя есть задание. В общем, эти пидоры, баласы... Ай, откуда-то берут оружие. Я узнал, что это самый крупный поставщик оружия. Проблема в том, что там сильная охрана и военные. Тебе надо... Ай, назад. Незаметно пробраться туда и поставить жучок. На эту базу. Окей, MC, считай, дело в шляпе. Так, как я понимаю, нам нужно отправиться на какую-то базу и там установить жучок. И... Так, садись на лодку. Мда. В общем, наверное, придётся нам отправиться в океанчику нашему. На пляж Сан-Пе-Мария, бля. Ёшкин кот. Ребята. Блядь. Я наушники... Я забыл наушники втыкнуть. Ё-моё. Теперь, ребята, если сейчас, короче... Было слышно звук от камеры и звук от самой игры, то я жутко, извиняюсь, сейчас было эхо, потому что я забыл подключить наушники. О, блин, вот тупой, а. Блин, пипец. Да. С каждым, как говорится, бывает. Ну, ладно. Так что, вообще, сегодня классно, мы просто провели время с Денис. Такого я, конечно, не ожидал. Но вы ещё, ребята, не знаете, как можно проводить время в GTA 5. Да. Но я вам покажу. Потому что я сейчас в активной записи этого прохождения. И оно тоже будет на канале. Говорим, сразу так, по секрету. Так. Чё у нас там, на лодку надо сесть? Так. Но для начала нужно до неё добраться. Она, кстати, вот здесь, недалеко совсем. Давайте подберёмся до неё. Блядь. Ай! Ай! Так, ладно, всё. Заебись. Так, всё, давайте плывём на лодочку. Ну, реально, то, что было с Денисом, это реально пипец. Я такого вообще никогда не ожидал. Даже вспомните... Вспомните тоже GTA 4, да? Когда у Нико Белика... Наверняка многие в GTA 4 играли. У Нико Белика тоже были свидания с Мишель, которая потом оказалась, что это Карен, да? Но это сейчас несут. У них тоже были свидания, но никогда она, как бы, это... Она, как бы, приглашала его к себе домой. Но там не показывали прям напрямую, что они там трахались и всё такое, да? Там просто, как бы, были звуки из дома. Но они показывали саму картинку. А здесь же это именно прям напрямую показывают. Я вот серьёзно боюсь за это видео, что вот могут забанить. Надеюсь, не забанят. Потому что, ну... Ну, я надеюсь на это, по крайней мере. А то ещё будете меня извинить. А то ещё будете, блядь, меня винить. О, блядь, извращенец, показываю что-то на всякую хрень, попорную, да, всё такое. Ну, ребята, не думайте, это не так. Так, вот эта база. Кстати, хочу сказать вам заранее, эта миссия довольно-таки сложная. И, кстати, зря я. А, нож у нас есть. Отлично, 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 отлично. Так, давайте, наверное, сразу же убьём скрытно нашего главного героя. Оп. Ой, главного героя, блядь, военного главного героя. Одни, кстати, дают М4. М4 офигенная такая. Автомат. Офигенный. Так. Блядь. Пиздец. Ничего делать, сейчас миссию провалим, сука. Всё, капец нам, ребят, капец полный. Я хотел его вырубить, а он его бить резко стал. Да, из меня, конечно, стелс вообще нулевой. Ой-ой-ой. Ещё и ночь не хренчу. А, у нас же очки есть. О. Теперь уже меня это радует. Теперь враги будут обозначены какими-то точками здесь. Да, вот так вот неожиданно началась у нас серия. Нет, как-то у них даже не очень удобно, на самом деле. Давайте лучше их отключим. Мне как-то так удобнее. Блин, пипец, ребят, что делать? Давайте разгонимся. Ай! Нам же дадут жизнь. Нам же дадут ФП, ребята. Нам же ФП дадут. Ой-ой-ой. Так, тут вон, какой-то вон чувак один обозначен на карту. Главное сейчас на карту пофлядывать. Блин, я реально сейчас вообще пипец боюсь. Знаешь, ребята? Серьёзно, ты просто накладываешь кирпичик. Это просто понимаешь, что у тебя осталось вообще практически нулевое ХП. А этих чуваков, блядь, целые кучи. И у них М4, они все военные. Ты просто понимаешь, что ты не можешь остаться в живых. И ты просто начинаешь просто реально на каждом прям углу оглядываться. Нет ли там никого рядом из врагов вообще. Сейчас они, они тут, кстати, наверху сейчас засядут. Нужно тут поаккуратнее. Пипец. Я реально сейчас боюсь. Один он там стоит. Ещё упал. Да уж. Но мы с вами и вляпались, ребята. Точнее говоря, я вляпался. Вы-то не вляпались, а вот я, конечно, конкретно вляпался. Неохота просто переигрывать миссию. Так, где там ещё? Эти мудачьё. Эти мудачьё. Так, вот тут нам надо с вами подняться. Но не тут-то было, потому что сейчас они будут на каждом этом углу стоять. Просто не давать нам проходить. Так, где они есть? Так, вот сейчас я знаю. Сейчас будет он там стоять. Короче. Ага. Вон там я вижу кого-то. Пиздец, я бы веришься, но вообще боюсь. Ай! Блядь. Помогите. Господи. Отлично. Я боюсь, ребята, что мне делать? Хуй ты перезаряжаешься, блядь. Так не вовремя. Иди ты. А, мы так не попадаем, типа, да? Это пипец, ребята, даже хп нету. Что делать? Я боюсь. Сейчас буду бабки жаловаться. Ха-ха-ха. Ай, заплачу. Я просто сейчас засал. Я сейчас просто сейчас не знаю, что вообще происходит в моем организме. Мурашки просто по коже идут. Блядь. А там никого нету. Вон он стоит. Один ему дачу. Пиздец, ребята, я сейчас боюсь. Ай, мамочки, помогите. Убиваю. Пощадите меня, ребята. Я же все-таки для канала записываю. Тут вообще очень просто, очень аккуратно ходить. Господи! Супер. Так, нет, тут, по-моему, не будет. Сейчас я... Блядь, я боюсь. Серьезно, я... Я боюсь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так что я боюсь-то, а? Вы не думайте, я ни секунду, когда реально остается так мало ФП, то ты начинаешь просто-напросто бояться. Да. Пипец. Нет, тут мы не пройдем, как по-видимому, да. Нам по-любому придется по той лестнице шагать. А это очень опасная лестница, хочу вам сказать, ребята, поэтому... Блядь! Пиздец. Все. Ой. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй. Вот так. Фу. Я так сейчас боюсь. Это пипец просто. Это просто пипец. Так, тут, по-видимому, мы тоже с вами никак не пройдем. Такой напряженки еще мне никогда не было, ребята. Так, тут еще кто-то стоит. Короче. Кто-то дышит. Кто-то дышит, я не помню. Кто-то дышит, сука. Джей, прыгай в лодку скорее. А, я не знаю, где враги находятся. Ладно, давайте. Нет, я рисковать не буду, ребята. Я лучше так же аккуратненько, как и вошел, так же прибегу обратно. Потому что это... Не, я, конечно, понимаю, что жизнь без риска это писка. И что кто не рискует, тот не пьет шампанского. Но, ребят, сейчас вот рисковать это реально не вариант. Потому что... Ой. А там кто-то сейчас пробежал. Я боюсь. Я боюсь, ребят, я боюсь. А, он тут стоит. Где он тут стоит вообще? Я его не вижу. Что за хрень? Где этот чел-то? На карте показан человек какой-то стоит. Я его не вижу просто. Где он есть? Пипец. Ничего не понял. Так, ладно, давайте, наверное, с вами сейчас... Ребята, верю, я сейчас боюсь. Я просто пипец как боюсь. Блядь. А, мы прыгаем в воду. А, это пипец. Это реально какое-то сложное задание. И мне даже это как-то даже чуть-чуть нравится, понимаете? МС, надеюсь, сейчас ты нам хоть броню или какую-нибудь хп-шку чуть-чуть нам дашь. Крайне мере я на это надеюсь. Так, всё. Тут у нас появляются, короче, враги. О-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-ай. Ну, тут, если я не ошибаюсь, если нас попадут, то, как бы, заденут лодку, а не наш ХП. Вот он, МС, кстати, сидит. МС как раз вовремя. Он пришёл к нам на помощь, например, Человек-паук. Ммм! Блядь! Идите в жопу! Да, ребята, это просто офигенная сейчас серия вообще получилась. То есть, столько трэша. Столько трэша, я ещё такого никогда вообще не видел. Презаряжайся быстрее. Ай! Всё, мы спасены. Ой-ой-ой-ой-ой! Чем-то мне эта миссия напоминает миссию КТА Вай-Сити. Там была одна миссия КТА Вай-Сити. Нужно было, короче, там миссия, ну, на полковника Кортеса, по-моему, если я не ошибаюсь. Там нужно было, по-моему, тоже так, в общем, помочь полковнику, в общем, выйти из Вай-Сити. Но ему мешали французы. Нужно было всех французов перебить на море, ну, на воде, короче. О, Слоу Райд. Давайте. Блин, тут мы не можем радио менять, это, конечно, фигово. Потому что ЭМС за рулём, поэтому ЭМС меняет радио. Ну, такая вот у нас получилась миссия. А это ещё не конец. Блин. Ребята, я серьёзно. Ладно. Я пока не буду ещё говорить заранее. Какого ж хера-то. Ай. Ну, чё с этим вертолётом-то, чё он не падает? Давай, падай. Всё, отлично. Уничтожит. А ты сволочь. Такого трэша я ещё не видел. Видимо, мы сейчас плывём в безопасное место. Собственно, суть миссии мы с вами, ребята, уже осуществили. Мы поставили жучок. Я не знаю, зачем будет жучок. Наверное, чтобы отслеживать груз, скорее всего, именно так. Ой, у нас садится зарядка на телефоне. Это печально. Да, и военные, военные не отстают. Что ж такое? Хватит уже меня поиследовать. Это издевательство на врагах. Такая шутка, как и у нас. Давайте, ребята, лучше смотреть вперёд, а не назад. Потому что этому дачу он именно впереди и оказывается. Ну, вот так вот, да, собственно. У нас, кстати, мало ХП довольно осталось от лодки. Но сразу скажу вам, ребята, что на джойстике эту перестрелку было противо гораздо сложнее, нежели чем на клавиатуре. Поэтому, может, я и не буду с джойстиком проходить. Кто его знает. Потому что с Андреаской легче с клавиатурой, наверное, пройти, чем с джойстиком. Так. Ёбаные военные. Ай. Всё. Отлично. Ай. Всё, на ней. Подыхай, ты сволочь такая, а. Путь тебе от меня надо. Давай, идти к своей жене, иди к детям. Нет, уже не иди, уже плыви. Вы и так на дне, чуваки. Мы с Андреаской самые крутые. Нас никто не остановит. Кроме наших жен. Всё. Такой я чёткий чел. Ну что же. У меня хорошие новости. Мы почти приплыли. Ну не в смысле, что, бля, мы приплыли. То есть, случилась беда. А в смысле, прямом. Мы приплыли на место. Пока тут мы заляжем на дно на время. Спрячемся от военным. А у нас, ребята, отличные новости. Нам дали 20 тысяч. И скоро уже мы накопим на ремонт нашего дома. Да. Нашего родного, любимого дома. Тут появляется у нас очередная миссия под МС. Но сейчас я не буду рисковать проходить миссии под МС с маленьким ХП. Потому что это уже, как говорится, уже самоубийство. Равно самоубийству. Сейчас, секундочку, ребята. Я посмотрю, сколько там я наиграл уже. Потому что 37 минут. Да, к сожалению, пора уже закругляться. Да, пора закругляться немножко. На сорокатник уже нам хватит. Сейчас мы заедем с вами в один магазинчик. Подкупим брони. И, собственно говоря, сохранимся. И на этом уже закончим. Да. Собственно, я же говорил, что имидж персонажа влияет на его судьбу. То есть, да. Благодарим Бога. То, что мы прошли с маленьким ХП всех этих военных. Потому что я помню, я в свое время не смог с маленьким ХП пройти эту миссию. И, собственно, немножко ступанул в этой миссии. Можно было, в принципе, всех вообще по стелсу убить. Но я случайно нажал мне на ту кнопку. И он вместо того, чтобы врага зарезать, он его почему-то ударил просто. Из-за этого мы привлекли к себе внимание военных и чуть не умерли. Да. Но в следующий раз это будет мне большим уроком быть поосторожным. Так, купим мы с вами броню. Окей. Ну, все. Пока нам ничего не нужно. Кстати, здесь можем научиться пострелять. Можем чуть пострелять. Это тир. Но тир я пройду уже в следующей серии. Кстати, в Resident Evil 4 тоже есть такой подобненький тир. Похоже, как в San Andreas. Тоже, если хотите, можете войти. Так что, ребята, все. Управляемся теперь на сохранение. Хотя, я не знаю, возможно, придется нам дом покупать. А хотя нет. Значок сохранения стоит, значит дом уже у нас есть. Наверное, МС заранее подкупил нам какой-то домик здесь. Сейчас, конечно, в город ехать не вариант. Потому что нас везде ищут, наверное, военные. В которых мы еле с вами спаслись. У нас тут, кстати, есть гараж. Можем какую-то машину сохранить. Ну, в этом, я думаю, нет необходимости. Хотя, давайте машину возьмем. Давайте бобкат. Нет, давайте эту машину возьмем. Блядь, ты охуел что-то совсем. Тут еще мент прошел. Сейчас бы запалило все из конца. Ладно, все, сейчас мент пройдет. Подальше. А то еще привлеку к себе внимание. Мне этого не хочется. Все, давай. Я тебе верну машину. Что-то не бойся. Не очень я, конечно, хорошо паркуюсь. Блядь. Так. Ну все, давайте сохраняться. Те, кому нравится одежда, оценивайте. Оценивайте в комментариях. Пишите свое мнение. Ставьте палец вверх. Ну, сейчас я об этом уже буду говорить. Ладно, все, давайте сохраняться. Сейчас сохраняемся мы с вами в третий слот. Ну да, собственно, вот такая у нас получилась серия. Довольно-таки затянулась из-за того, что я одежду менял, подкачивался, на свидания ходил. На довольно-таки, кстати, продолжительное свидание и с таким интересненьким исходиком. Да. Прошел офигенную трешную просто миссию с маленьким хп. Так что, ребята, такие вот дела. Ну что же, это была пятая. Пятая серия Грэдзефт Кар. Кому понравилось, оцените. Ребята, ребята, обязательно те, кто посмотрит, оцените. Оцените это видео. Не уходите с видео, не поставив ничего. Поставьте либо лайк, либо дизлайк. Понимаете? Мне нужно хоть любое оценивание этого видео. Если я не заслужил лайк, так ставьте дизлайк. Но, чтобы ничего не ставить, такого не делайте. Просто реально оцените тех, кто посмотрит. И вот это мне такая к вам просьба будет. Я даже не прошу ставить ни лайки. Лайк, поставьте лайк, если я действительно его заслужил. Ну, главное, хоть что-то мне поставьте. Хоть что-то. Хоть лайк, хоть дизлайк. Ну, не поставив ничего, с видео не уходите. Просто лайк вам поздно. Ну, ладно. Собственно, оценивайте, ставьте оценки. И с вами был Кирилл Ржевский. И увидимся мы с вами уже в шестой серии. Я сделал небольшой перерывчик. Потому что у меня еще идет процесс записи GTA V. Но это уже потом. Собственно, я вам так сделал такой небольшой спойлер. Что у меня будет. Так что, собственно, времени не так много. Ну, все, телефон уже садится. Ну, все, ребят, давайте. Удачи вам. И, собственно, пока. И увидимся уже в следующей серии непосредственно. Пока. Пошлайте по Санючек. Пока Дима Чантеич. Пока подписчики. Пока зрители. Все. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok